Евангелие от Луки 18 глава 18 стих и ниже Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою Он же сказал, все это сохранил я от юности моей Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного недостает тебе Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной Остановимся на этом Тему, которую хотелось бы сегодня затронуть Это действительно вопрос, Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ на самом деле прост Процитировав слово Павла, написано Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой Церковь на это скажем вместе Аминь Таков ответ И действительно, когда мы хотим попасть в Царство Небесное, мы приходим к Господу, мы каемся Такой есть вопрос И нам необходимо, и действительно перед нами появляются десять заповедей, которые как бы в основе Просто брав основу, единственный закон, закон духа, но который также приводит нас к исполнению заповедей Который говорит, первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей силой, всем разумением твоим Второе говорит, не будет у тебя других богов перед лицом моим Да не будет у тебя Потом Не делай себе никакого кумира изображений Помни день субботний, чтобы светить его Это вот они, первые три заповеди Потом Почитай отца твоему и мать Не убивай Не прелюбодействуй Не кради Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего И последнее Не желай Дого, другого, третьего, четвертого, пятого Мы приходим к самой последней точке Не желай И знаете, часто в нашей жизни как раз такое и есть Мы приходим Мы в результате обличения Духа Святого Обличения Духа Святого Когда, знаете, люди приходят в церковь Или когда посредством того, как какие-то части семьи, члены семьи уверовали Или друг или подруга уверовал Или даже просто молитвы святых Когда просто Господь со своими избранными призванными, которых Он хочет спасти Начинает работать внутри человека Начинает работать внутри человека Что-то внутри начинает меняться Что-то внутри начинает ходить Что-то делаться Что-то творится Что-то дает внутри человеку понимание Здесь, ну точнее больше всего это происходит Это вообще происходит в сердце Человек как раз не может понять это разумом Почему это происходит Ведь по логике вещей вся прежняя жизнь была нормальной и ничего плохого не было. Теперь же, когда под действием Духа Святого его обличение и неосуждение два разных путя. Не осуждение, а именно обличение. Человек начинает чувствовать, что он не таков, каким должен быть. Что путь его идет в разрез с Божьим путем. Что просто это два разных путя, два разных направления. И вообще очень интересно. Знаете, что Господь через своих посланников, через апостолов, называет очень интересно, что такое грех. Грех это просто беззаконие. Мы об этом как раз во вторник разбирали. Вообще во вторник тоже есть удивительное время, когда мы можем что-то разобрать. Да, для кого-то может быть скучно немного, знаете, прийти с листками, чтобы писать, чтобы это что-то похоже на уроки. Но из этого можно вынести много полезного для своего духовного человека, чтобы потом применить это в практике. Так вот, первое послание от Иоанна, третья глава, говорит о том, что такое грех. Потому что грех есть беззаконие. То есть, когда мы беззаконно идем в разрез с Божьим законом. И не имеет значения как. Любой грех, любой грех, это просто беззаконие. Это выход из-под воли Божьей. Потому что, помните, есть слова песни, все от Него и им сотворено. Все сотворено Божьим порядком. Евангелие от Иоанна, первая глава, говорит о том, что все через Него начало быть, и ничего без Него не начало быть, что начало быть. Это Его здесь порядок. И Он создал нас по Своему порядку, по Своему замыслу. Мы же греша. Мы же греша. Уходим из-под этого порядка. И это называется грех. И человек начинает вдруг понимать под действием Духа Святого, под Его работой внутри, что что-то с жизнью не то. Что, кажется, было всегда привычно делать, нормально делать. Нормально было в пятницу глубоко отдохнуть до воскресенья. Нормально было даже пожить, нажиться для себя, имеется в виду, знаете, не просто как бы, чтобы отдохнуть, а вообще жить таким принципом, жить для себя, все для меня. Нормальным было когда-нибудь, знаете, начальнику дать взятку. Нормально было кого-то за спиной оспорить, сказать о том, как он хорошо сделал или нехорошо, как он сделал. Нормально было, знаете, накричать, накричать на брата, на сестру, поссориться с родителями или поссориться с супругом, кем-то из супругов. И так далее, и так далее. Если будем копаться, ой, как глубоко копнем. Это было нормальным, а сейчас вдруг это ненормально. Вдруг поссорился, и внутри так плохо-плохо. Вдруг солгал, вдруг обманул, вдруг увильнул, пошел таким интересным широким кругом, как бы правда. А внутри так противно. И это чувство не оставляет. Оно идет раз за разом, раз за разом. Это называется обличение Духа Святого. И если человек говорит ему, да, написано печаль по Богу, производит покаяние. Аллилуйя, слава и благодарение Богу. Но сегодня хотелось бы немножко поговорить о самом этом процессе покаяния, который, между прочим, написан здесь, в своем совершенстве. В очень своем совершенстве. Хотя здесь ни слова не говорится, конкретно покаяние. Другое послание Евангелия тоже говорит об этом же месте. Говорит о том, что один молодой человек, юноша, который тщательно исполнял закон, и у которого в сердце внутри томилось желание, Боже, как попасть к Тебе? Боже, ну как наследовать это Царствие Небесное? Потому что в другом месте оно немножко говорит еще точнее, говорит о том, что посмотрев, Иисус посмотрел на него с любовью, то есть посмотрев, полюбил его. Почему полюбил? Да потому что молодой человек по-настоящему искал Царствие Божие. Он искал спасения, он искал вечной жизни, он искал то, что могло бы быть здесь. Потому что Иисус учил Царствие Божие, и оно здесь, оно здесь уже есть. Мы его и здесь уже берем. И оно томилось внутри него. И он, придя к учителю, даже говорит ему, учитель благий, то есть добрый учитель, хороший учитель, добрый, скажи, пожалуйста, он говорит, а что ты называешь меня добрым? Что ты называешь меня хорошим? Он говорит, никто не добр, Бог один добр. Это у Бога все добро, это у Бога благий человек. Помните, он сказал, нет у вас учителя, кроме одного учителя? Меня и Бога, кроме одного Бога, это Отца Небесного. Он сказал, я, если мы приходим к людям, как, знаете, ой, человек, у которого есть, человек говорит о том, что у него нету. Нельзя подходить к человеку. То есть, не то, что нельзя, мы люди, мы можем ошибаться часто. И мы приходим за советом, приходим за том, но, знаете, вот такая позиция, которая говорит, что у человека реально что-то есть, реальное есть, его собственное лично, Бог сразу говорит, нету. Петр и Иоанн, когда они пришли в храм, в час молитвы девятом, они пришли и увидели храмового, который лежал у ворот, и который пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-то. Они говорят, серебра и золота нет у нас, но что имеем, то даем. То есть, что имеем, все-таки мы имеем. А что мы имеем? Только то, что у Бога. Сами по себе мы ничего не имеем. Мы имеем то, что у Бога. И слава Богу за это. Поэтому мы окунаемся в Его Слово, чтобы иметь. Так вот, молодой человек, чувствуя, что не имеет, пришел, может, у тебя есть. Он говорит, не у меня, у Бога есть. Это у него есть. Он говорит, но давай посмотрим в закон. Он говорит, ты верен супружескому долгу? Он говорит, верен супружескому долгу? То есть, не убивай, не кради, не говори ложь на ближнего своего, не лги на ближнего своему и ближнему своему. Почитай отца твоего и мать. Он говорит, да, я все делаю, понимаешь? Я все делаю. От юности моей, вот как рос. Взял у себя и нес. Он говорит, посмотрел, полюбил, сказал, действительно, ищи Царствие Божие. И говорит ему тогда интересные слова, которые, по сути, заставляют вторую часть нашего покаяния. Эта вторая часть описана другими словами Иисуса Христа, которая говорит о том, что если кто предпочтет отца и мать, и жену, и детей, и имение, и все, что вообще у него нажито, если кто не предпочтет это все ради меня, он не достоин меня. Это немного серьезная сегодня тема. Слава Богу! Это очень серьезная тема, которая называется «Посвящение». Которая говорит о том, что Иисус Христос, когда умирал на кресте, и когда Он страдал там, и потом воскрес, говорит о том, что нам недостаточно только лишь прийти к Богу, чтобы покаяться. Хотя на самом деле достаточно. Вообще достаточно. Просто, как мы понимаем это слово «покаяние»? Слово «покаяние» подразумевает за собой слово «исповедание». Написано в первом послании от Иоанна, в первой главе написано, «Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему? И это обращается к святым людям, это обращается к верующим. На самом деле, это обращение к верующим идет. Он говорит, братьям это пишет. Почему Он им это пишет? Говорит, чтобы мы не согрешали. Вот для чего говорит. Говорит, «Но если кто и согрешает, есть у нас жертва, Иисус Христос». Он омывает нас от всякой неправды. Он омывает нас. Почему? Потому что, принимая искупительную жертву Иисуса Христа, написано «жертва умилостивления». И 2 вторника подряд мы сейчас разбираем такую тему, углубляемся понимание понятия «распитого Иисуса Христа», «распитого и воскрешего Иисуса Христа». Очень интересно, я немного отвлекусь на эту тему сейчас, чтобы попробовать ее быстренько вам преподнести, почему это важно в жизни каждого человека иметь настоящего, полноценного, «распитого и воскрешего Иисуса Христа». потому что, потому что разные люди ищут разное в Боге и вообще в вере, и вообще цели, которые они преследуют, когда приходят. И Павел об этом очень четко пишет. Он говорит о том, что иудеи ищут чудес, то есть сверхмудрые и очень мудрые люди, которые в Боге пожили огромное количество времени, которые уже такие возросшие, они уже не ищут знаний, они уже ищут знамений и чудес. Эллины, они ищут еще большей мудрости. Он говорит, «но мы, проповедуем, Павел пишет, Христа распятого, который для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для призванных и иудеев, и эллинов это Божья сила». Получается, самая главная Божья сила была как раз явлена в Его распятии там, на Голгофском кресте, потому что, распившись, распят, быв распятым там, две вещи происходят в жизни вихреверующего, два основных пути. Теперь, посредством распятия Иисуса Христа, у нас есть, мы становимся обладателями жертвы милостивления за нас, вечного, постоянного. И второе, посредством Него имеем лучшие обетования. И написано, лучшее обетование, это какое? Это то, что наша совесть, то есть, посредством Первого, за Первого Завета и тех жертв, которые приносились, совесть человека не могла быть совершенной. Она вот приходила, она покаялась, она принесла как бы жертвы, она убила жертву, кровь пролилась. Она закрыла плод человека, но душу его не тронула, совесть его, она осталась так же на месте, и он уходит с абсолютно спокойной душой дальше грешить. У него нету того раскаяния и нету того осознания, что на самом деле Бог этой жертвой показывал, что сын мой, дочь моя, я твою должен был бы жизнь сейчас забрать. Это твою жизнь сейчас должны были, это тебя сейчас должны были принести на алтарь и должны были пролить твою кровь, твою жизнь должна была уйти. Это твоя, но я так милостив, что я люблю тебя так сильно, что я кладу вместо тебя животного, другое чистое, непорочное животное. Люди, поскольку эта жертва не очищала совесть и души, не могли чувствовать себя свободным. Знаете, когда вина уходит от человека, совесть легкая, свободная, хорошо же ведь живется, правильно, церковь? Так ведь хорошо живется, когда совести наши свободны. Но Павел пишет, говорит, что вот как раз вот эта первая жертва не делала человека свободным. Но, говорит, но посредством этой жертвы, этой силы искупительной жертвы, совесть человека, когда он ее принимает, становится свободной. То есть, когда человек приходит под действием работы Духа Святого, обличения его, приходит покаяться, приходит, я сейчас скажу, наверное, сразу слова, отдать свою жизнь, чтобы принять другую. Вспомните слова молитвы, покаяние, которые есть. Господи, я прошу, прости мне мои грехи, я не хочу так больше жить. Я отказываюсь от своего старого образа жизни, от своей жизни, чтобы взять Твою. Дай мне новую жизнь. Знаете, такие слова, правильно? Те, которые каялись перед Господом, они знают эти слова, которые говорят, дай мне новую жизнь. Это другая жизнь. И на самом деле, дар покаяния, вот этот Божий дар покаяния, который он дает, он и выражается в том, что человек, первое, он исповедует грехи свои. То есть, он открывает, само слово исповедание обозначает открытие себя, открытие своего для признания его. И вот, как бы, провозглашение его. То есть, исповедаться, это означает открыться, показать все начисто и отпустить, и отдать. Это исповедаться, отдать все без остатка. Второе, это чтобы принять все и без остатка. И именно поэтому Господь говорит, что теперь эта жертва, когда мы каемся и приходим перед Богом, эта жертва, когда мы так просим Его, она действительно дает все просто и без остатка. И говорится, что эта жертва теперь делает совершенными освящающихся ею. Хвала и благодарение Богу. Аминь, церковь. Слава Богу. Это великий дар. Делает совершенными. И она дает новую жизнь. И она дает такую, почему она делает совершенными? Потому что, и когда она делает совершенными? Она делает человека совершенным. в том случае, когда человек действительно принимает эту новую жизнь. Когда человек не только там на молитве покаяния говорит, сейчас я принимаю твою жизнь, но через какое-то время я хочу пожить для себя, я хочу сделать свое. Поэтому очень часто просто в нашей, в моей собственной жизни я наблюдал это. И, увы, это видно, увы, это видно тоже в наших верующих, в нас верующих часто, что знаете, что жизнь наша не до конца предана Богу. А ведь именно покаяние, оно и подразумевает за собой две вещи, исповедание и посвящение. Это означает, когда я посвящаю свою жизнь Богу, теперь я специально открываю себя, чтобы принять твою жизнь Божия. Что пишет об этом евангелист нам? Еще раз прочитаю это место. Это с 22 стиха говорит, услышав это, Иисус сказал, еще одного не достает тебе. Здесь Он как раз упоминает о такой вещи. Все, что имеешь, продай, раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи. В другом месте также говорится, взяв свой крест, следуй за мной. Дополнительно, то есть полноценно это место говорит, приди, возьми свой крест, взяв свой крест, иди, следуй за мной. Он же, услышався, и опечалился, потому что был очень богат, очень богат. но знаете, интересно здесь написано, но не только он опечалился, опечалился не только тот человек, что Иисус ему сказал оставить, что он имеет, опечалился и другой. Написано, Иисус, опечалился и сам Христос, и он сам опечалился. Ему самому, знаете, очень часто верующие Бога, которые имеют с ним отношения, написано, они имеют внутри себя это свидетельство, угодили они Богу или не угодили они Богу. Это огромная печаль внутри людей, когда они действительно не могут угодить ему. И тут написано, Иисус, видя, что он напечалился, сказал, как трудно богатому, а, как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. В другом месте он также еще раз дополнил и сказал, еще раз говорю вам, он говорит, он говорит, дети, и вот тут он интересно очень открывает место, говорит, как трудно, надеющемуся на богатство войти в Царствие Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Слышавшие это сказали, кто может спасти, кто тогда может спастись? Он же сказал, невозможное человеком возможно Богу. Почему Господь сказал такие интересные вещи? Посмотрите на нашу жизнь. вот одежда, которую мы носим, микрофон, который я держу в руке, он стоил денег, кафедра, сцена, стены, камеры, инструменты, ваши дома, которые питаются от тепла, от воды, от электричества, за которые идут деньги. мы что же можем прожить без денег? Что же нам без денег теперь жить? Мы не можем, мы живем в этом мире. Мы живем в этом мире, и Господь отдал этот порядок. Но интересные слова, которые Господь говорит, одно дело жить как бы в мире, в этом мире, говорит интересные слова. Если точно, мне хочется сказать, что Иисус Христос говорит, не любите мира, не того, что в этом мире. Все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это говорит то, что любится в этом мире, то, что оно делается, какие любви есть здесь. Он говорит, ничего не любите. Более того, если говорить о нашей повседневной обывательской жизни, что мы говорим? Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что еще Господь говорит? Он говорит, не две ли малых птицы, не пять ли малых птиц продаются за два сария, и ни одна из них не упадет без воли Божьей, без воли Отца. Вы не дороже ли малых птиц? Он говорит, посмотрите на лилии, как они цветут. Они не трудятся, не придут, но говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не одевался, как каждая из них. Вы не дороже ли этих цветов? Так если Господь траву, которая сегодня расцветает, а завтра будет скошена и пойдет в печь, Господь так одевает, то коль мы пачем мы, то чем больше мы. И говорит, поэтому, он говорит, не заботьтесь для тела вашего, для чрева вашего, что есть, для тела вашего, во что одеться. Душа, она больше пищи, а тело, одежды. Соломон сказал очень мудрую вещь, он говорит, довольно просто козь его молока на пропитание тебе и домашним твоим. Он говорит, а шерсть, она пойдет на продажу. Но здесь говорится два разных принципа, которые Господь говорит. Господь говорит, что есть действительно, когда мы живем, потому что мы должны жить в этом мире, расплачиваясь деньгами, расплачиваясь материально. И написано, трудящийся, достоин пропитания. Ленивый не может, не достоин. Но здесь Господь говорит немножко другой момент, когда мы поворачиваемся и начинаем на этом богатстве строить свою жизнь. Когда мы начинаем на этом успехе, когда мы начинаем на то, что имеет и предоставляет этот мир, строить свою жизнь. Когда мы начинаем полагаться, что если у нас нету сейчас денег, то мы ничего не можем, мы не можем ни строить, ни покупать, ни делать. Если у нас нету машины, то это не успех. Если мы не одеты в красивую одежду, то это кошмар. что если мы не имеем такого прямо заработка, если мы вообще не имеем заработка, то это все, то ты не человек. Я не ободряю сейчас лентяничество, потому что лентяничество это ржавчиному мозгу. Так и есть. Так пишет об этом Библия. Но я говорю о позиции, когда мы смотрим на богатство и на вообще все, что предоставляет этот мир, как непосредственную необходимость и непосредственное обязательное имение это в нашей жизни. Почему Господь говорит это? На самом деле эта глава очень интересная. Я посмотрел немножко назад, чтобы прочитать, что интересно случилось до вот этого момента, до вот этого момента, пока не пришел человек спросить у Христа. В 15 стихе, с 15 по 18 стих очень интересный момент говорится, очень красивое место, где Господь говорит в 15 стихе, евангелист говорит о Христе. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, потому что их есть Царствие». Потому что не их, точнее, а потому что ибо таковых есть Царствие. Божие. Если говорить современным языком, то есть, потому что подобным им есть Царствие, таких как и, такие как они есть Царствие Божие. И 17 стих, «Истина, истина, говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Интересно, знаете, вообще, как в психологии, в психологии этого мира, проходя общую психологию, очень интересно, как делится человек, как делятся дух, душа и тело. Есть три составных внутренней личности человека. Ребенок, взрослый и родитель. Ну, это просто проходя общую психологию. Кто-то знает об этом. Проходя общую психологию, человек внутри его личность, она делится на три составных. Они должны гармонично друг с другом соединяться, и только тогда человек может полноценно называться личностью. Ребенок, который характеризуется словами «хочу», словом «хочу», «я хочу», «хочу», «желаю», «желаю», «желаю». На что родитель сразу говорит, родитель, который обуславливается знанием, который обуславливается такими понятиями, как «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно». На что родитель говорит «нельзя», «нельзя», «нельзя». И ему в этом помогает третий, взрослый, который объективно умеет судить по всему, что окружает его по миру. То есть взрослый, его характеристика такая, это объективно, который может объективно смотреть на этот мир. Поэтому чем больше его кругозор, чем больше его опыт, тем он больше может прямо-таки расширяться. И этот взрослый, он очень помогает родителю говорить ребенку о том, что тебе можно, а что тебе нельзя. Почему и говорится, что, знаете, образование, почему оно преследуется. Почему родители так детей учат, чтобы хорошо учились. Потому что знают, что если вырастет 30-летний ребенок, который только умеет топать ножкой и говорить хочу, 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 и висеть на шее у родителей, мы понимаем, что это за ребенок. Не хотелось бы быть такому самому. Я не осуждаю, но это огромная печаль и тяжа для человека. Но Господь сейчас говорит своим словом совсем обратную вещь. Если так задуматься, Он говорит о том, что, говорит, кто не примет Царствие Божие, как вот такие, как вот малое дитя, Он не войдет в него. У ребенка вот это желание, 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 непомерное желание, огромное желание, которым нельзя удовлетворить ничем, которое не может быть удовлетворено ничем. Господь говорит, Царствие Божие надо принимать такими, как Он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова